Добрый вечер, на телеканале Нефтехим Новости. В студии для вас работает Айрат Салимов. Сегодня мы расскажем вам о том, что значимого и интересного произошло в Нижнекамске за эту неделю. Вначале коротко о главном. Внимание, внимание, граждане! Учебная вам нужная тревога! Учебная вам нужная тревога! Внимание, тревога! Как в городе прошел второй день учений по гражданской обороне, узнавала Найселуха Физова. Как только после жалобы уходят там люди из полиции, уходят сразу, они подключают. Не хотят или не могут? На какие хитрости приходится идти многодетным семьям, чтобы выжить? В непростой ситуации разбиралась Кира Николаева. Эти улыбки, эти аплодисменты, эти слова благодарности, это, ну слушайте, ну это просто праздник. Актер театра и кино Алексей Гуськов побывал в медиахолдинге «Нефтехим-медиа». Со звездой российского кинематографа пообщалась Евгения Смоленкова. Всю неделю в городе проходили учения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях. Об этом мы рассказывали в программе «События» в среду. Если по каким-то причинам вы не смогли посмотреть этот выпуск, можете найти его на нашем сайте медианк.нх.ру. Накануне же состоялась вторая часть основного этапа командно-штабных учений. На месте события побывали наши корреспонденты. «Внимание, внимание, граждане! Учебная воздушная тревога! Учебная воздушная тревога!» По легенде в городе объявили воздушную тревогу и людям пришлось немедленно спуститься в бомбоубежище. Воздушная тревога – это нападение противника с воздуха. В таких случаях людям, находящимся дома, надо незамедлительно спрятаться в убежище. Для жителей многоквартирных домов им является подвал. В убежище есть все самые необходимые – противогазы, аптечка, еда и вода. И есть оборудованные женско-мужские санузлы. Во время учения на месте укрытия были созданы все условия. Для эвакуированных приготовили сухой паек, теплые одеяла, кровати. И были даже квалифицированные психологи. Но, несмотря на нереальность ситуации, зайдя сюда, люди испытали определенное волнение. Конечно, страшно, не дай бог, такое на самом деле случится. Но здесь в бомбоубежище, в принципе, хорошо, тепло. Есть, мы посмотрели, есть туалет, сухой паек, какие-то аптечка и вода самая главная. То есть несколько часов здесь, в принципе, преждать вполне можно. Спустились, нас встретили, проводили к месту, где мы сейчас находимся, сидим. Также прошел, посмотрел, увидел, что здесь есть туалет. Ну, сухой паек, что же за нас сказала. Ну, в принципе, нормально, можно выжить в этом месте. А, эмоции? А, эмоции, ну, любопытные, интересные. Ну, волнение есть, конечно, переживаем. Ну, как-то, чтобы все хорошо было. Испугались? Да, есть чуть-чуть, конечно. Вердикт у всех один и тот же – жить можно. На самом же деле здесь можно находиться не менее суток. Надо помнить, что в каждом жилом доме должны быть такие подвалы, оборудованные под временные укрытия. По замыслу учения, значит, отрабатываются водные при угрозе нанесения противникам воздушного удара. Соответственно, значит, на данном, так скажем, учебной точке отрабатывается укрытие жителей города Нижнекамска в укрытиях, которые созданы именно для того, чтобы укрывать население. То есть, все население категорированных городов, оно должно укрываться у нас в подобных таких вот помещениях, в таких укрытиях. Помимо подвальных помещений в жилых домах, от внезапного воздушного нападения можно укрыться в подземных переходах, подземных автостоянках, торговых центров, везде, где есть цокольные этажи. Главное – вовремя и без паники лечь на дно. Свою готовность к эвакуации населения в этот день продемонстрировали и в пунктах сбора людей. СЭПы развернули в учебных заведениях города. Здесь все делается по установленной форме. Регистрация прибывших, формирование списков для отправки и эвакуация людей в безопасные места и вместительные комнаты ожидания. И не создавая препятствий и давки, спокойно выходим на посадку в автобус. Там уже у нас стоит колонна из пяти автобусов. Контролируют происходящее представители службы гражданской обороны. Они наблюдают и анализируют, насколько рабочим оказался учебный план эвакуации и будет ли он эффективен в случае реальной угрозы. Если начнется военное время, допустим, химическая атака, либо воздушная атака, мы эвакуируем организации, которые прикреплены к нашему СЭПу, и эвакуируем их из города. Команда «Штабные учения» затронули и села Нижнекамского района. Там на базе школ также оборудовали комнаты встречи, учета и временного размещения людей, бомбоубежища и кабинеты по оказанию медицинской помощи. В зависимости от жалоб, с которыми обращаются больные, им оказывается первая медицинская помощь. Например, как вот этому молодому человеку. На что у тебя жалобы? Горло и голова. Хорошо. Это первые признаки ОРВИ. Сейчас больного осмотрят, и если температура повышена, ему дадут жаропонижающие препараты. Перед началом эвакуации всем участникам сборов провели инструктаж, на котором разъяснили порядок действий при чрезвычайном происшествии. Внимание всем! Поэтому сигналы населения обязаны включить радио, радиотронструкционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. Далее, после формирования списков эвакуируемых, людей пешими колоннами направили к автобусам, которые вывезут их в другой город. Все прошло в штатном режиме. Работники ПЭП справились с поставленными задачами. Еще одним важным аспектом в проведении спасательной операции является организация мероприятий по снабжению населения всем необходимым. На окраине горды расположились подвижные пункты питания, санитарной обработки, продовольственного и вещевого снабжения. В случае ЧС в таких палатках будет проводиться обеззараживание населения. Пункт разделен на так называемые чистую и грязную зоны. После поста дозиметрического контроля пострадавший направляется в пункт приема одежды, обуви и противогазов. Все это складываем в один мешок. Вот работник у нас дает бирки. Следующий шатер – пункт приема документов и ценных вещей. Принимает их вот по таким номеркам. Затем прибывшего моют и направляют в чистую зону, где он проходит медицинский контроль и получает новую одежду. Пострадавшим и ликвидаторам ЧС на этой же площадке раздают сухой паек. За 10 часов в команде подвижного продовольственного пункта необходимо сформировать и раздать 5000 продуктовых наборов. В состав входят консервы, тушенка, хлеб, сухари, чай, огущенка, сыры, колбасные изделия. Кроме того, для ликвидаторов ЧС управлением общественного питания Нижнекамск-Нефтехима развернут подвижной пункт питания. Рассчитан он на 363 человека. В день учения приготовили гречку и горячий напиток. Очень вкусный, полезный чай. Подходите. В случае ЧС такие подвижные пункты смогут быстро развернуть в любом безопасном месте. Гузель Вазиева, Исилуха Физова, Кира Николаева, Власимагин, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». По итогам учений Нижнекамский район получил оценку «Хорошо». Учения по эвакуации и размещению населения прошли успешно. А я напомню, что информацию о том, что означают те или иные сигналы гражданской обороны и как действовать в случае чрезвычайной ситуации, вы можете найти на нашем сайте. Приятная новость для водителей. На участке дороги от села Афанасово до железнодорожного переезда начался долгожданный ямочный ремонт. По словам заместителя начальника департамента ЖКХ по Нижнекамскому району Тавкиля Ахмедшина, работу начали из-за многочисленных жалоб горожан. «Во избежание этого столкновения, вот в сегодняшний день принято решение сделать ямочный ремонт. И выравниваем обочину, чтобы зимой тоже закусывания не было, это передные колеса, если они выезжают на обочину, и обочину приведем в нормативное состояние». Тавкиль Ахмедшин также сообщил, что на текущий ремонт выделено порядка полтора миллиона рублей. Работы продлятся всего 3-4 дня. Ремонта на этом участке дороги не было уже 4 года. Сейчас власти города работают над тем, чтобы получить деньги на ее полную реконструкцию от Фонда Многогородов России. На ремонт и организацию освещения трассы необходимо около 400 миллионов рублей. В планах начать реконструкцию в 2019 году. На территории Нижнекамского района проживают свыше полторы тысячи многодетных семей. К сожалению, многие из них малоимущие. И порой им приходится очень непросто, ведь продукты стоят дорого, а счета за коммунальные услуги постоянно увеличиваются. И для того, чтобы хоть как-то сэкономить, некоторые вынуждены идти на хитрость. С какой проблемой столкнулись жильцы 17-го дома по улице Студенческая, расскажет Кира Николаева. Вот таким нехитрым способом жильцы малосемейки не один год бесплатно пользуются электроэнергией общего назначения. По словам соседей, свет в 140-й квартире отключили 3 года назад за неуплату коммунальных услуг. И тогда же семья, проживающая в ней, протянула провод к лампочке в коридоре. Они все время так привыкли жить. Как только после жалобы уходят там люди из полиции, уходят, сразу они подключают. Платить за электроэнергию, которую употребляют неплательщики, приходится жильцам дома по графе ОДН. Ну, конечно, не на ноль. Кому это мне может понравиться? Мы попытались пообщаться с семьей, понять причину такого поведения, на что получили довольно агрессивный ответ. Здравствуйте, мы телевиденье. Без комментариев. Некогда я бабида. А что вы делаете? Берем тут красную водолоку. Как оказалось, здесь проживает неблагополучная семья. Отец, мать, трое детей, двое из которых инвалиды, и дед с ограниченными возможностями здоровья. Там собираются люди в основном. Особенно дерутся они в субботу и воскресенье. В субботу и воскресенье шумно бывает. Летом невозможно здесь дышать, поэтому всегда эта дверь открыта от балкона. Поэтому соседи не общаются. Честно говоря, здесь не могут продать даже квартиры из-за них. По словам очевидцев, жильцы 140-й квартиры совместно с соседями из другого подъезда частенько устраивают посиделки с распитием спиртных напитков. В достоверности этого факта мы убедились сами. Убери каждого! А что вы можете сказать о семье, которая там проживает? Хорошие люди, хороший живот. Ну ладно, нормальный живот, со 40-й квартира давать. Чего вы тут угодите-то? Адекватного разговора у нас не получилось, поэтому мы сразу направились в домоуправление за ответами. Знают ли коммунальщики о ситуации в этом доме? Как выяснилось, семья, проживающая в 140-й квартире, состоит на учёте по малообеспеченности. И чтобы не создавать угрозу для жизни детей, электроэнергию в квартире никто не отключает и отключать не собирается. А провод, который проведён неплательщиками в коридор, возможно протянут, чтобы уменьшить показания электросчётчикам. По данному факту проведём проверку сегодня и выясним, что за провод и как они подключены на работоспособность. Электросчётчик тоже проверим. Если выявлены будут нарушения, будут составлены акты и применены какие-то штрафные санкции. На сегодняшний день задолженность жильцов 140-й квартиры за коммунальные услуги составляет почти 200 тысяч рублей. Документы по этому поводу уже переданы на исполнение судебным приставам. И в случае, если должники не начнут платить, долг будут взыскивать с пенсии, которую получает женщина как мать детей-инвалидов. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Пришло время рассказать о новостях производственного сектора. Я приветствую в студии мою коллегу Айсулу Хафизову. Айсулу, привет! Добрый вечер, Айрат! Я знаю, что сегодня на заводе БК прошли специальные учения. Да, это так. Об этом и о других новостях компании «Нижнекамцы» «Нефтехим». Я расскажу прямо сейчас. Были показаны действия и умения профессиональных аварийно-спасательных формирований «Нижнекамск-Нефтехим», как ликвидировать данную аварию. Завершающий этап масштабных учений прошел на территории «Нижнекамск-Нефтехима». На месте событий побывала Евгения Смоленкова. Есть и дальнейшие работы, которые завод рассматривает. Надо в этом направлении двигаться. Вопросы о качестве продукции обсудили на совещании руководителей акционерного общества «Нижнекамск-Нефтехим». Об этом расскажет Олег Боязитов. Персонал уже может контролировать весь рабочий процесс именно за своей станцией оператора. На заводе олигомеров и гликоли модернизируют систему управления технологическими установками. Что именно изменится, узнавала Евгения Смоленкова. Сегодня утром на одном из производств компании провели тактика специального учения с аварийно-технической командой. Мероприятие было частью общерайонных учений по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях. За происходящим наблюдала Евгения Смоленкова. В самые первые минуты аварийной ситуации вся ответственность лежит на сотрудниках подразделения. Именно они должны оповестить все необходимые службы, включить сирену, подать сигнал о немедленной эвакуации персонала и организовать включение аварийных систем. Согласно сценарию, на территории завода БК объявлена воздушная тревога. В результате ракета-бомбоудара произошла разгерматизация емкости с хлором. В итоге это вредное вещество, этот вредный газ, который тяжелее воздуха, взял свое направление в сторону Нижнекамска. Аварийные службы немедленно приступили к устранению аварии. В течение нескольких секунд на место прибыли пожарные, газоспасательная служба, бригады скорой помощи и сотрудники охраны. По прибытию две отдельные группы газоспасателей занимаются поиском пострадавших и места утечки хлора. Далее приступают к устранению утечки ядовитого вещества. Остановить распространение хлорного облака можно при помощи водяного орошения по всему периметру. Следующий этап – обработка места разлива пеной. Делают это для снижения концентрации опасного вещества. Каждая бригада действует быстро и слаженно. Были показаны действия и умения профессиональных аварийно-спасательных формирований Нижнекамскахим, как ликвидировать данную аварию. Плюс по второму этапу – это действия аварийно-технической команды Нижнекамскахим по уже ликвидации последствий данной аварии. Под последствиями подразумевается поиск пораженных людей в завалах, разбор нагромождений, а также санитарная обработка оборудования, личного состава и транспорта выезжающего из зоны заражения. Со всеми поставленными задачами аварийные службы справились и получили высокую оценку представителей МЧС России по республике Татарстан. Сегодняшнее учение мы оцениваем пока предварительно на хорошую оценку. То есть все подразделения, которые привлекались к ликвидации этой учебной, как говорится, вводной, действовали грамотно, слаженно. На таком предприятии на вашем я первый раз. Но самые положительные впечатления от персонала, от руководства. То есть все люди знают свой, так скажем, маневр и показывают, соответственно, хорошую подготовку. Учения такого масштаба проводят раз в четыре года. Однако в компании «Нижнекамскнефтехим» подобные проверки устраивают регулярно. Поэтому каждый сотрудник точно знает порядок действий в случае любой чрезвычайной ситуации. Евгения Смоленкова, Влас Семагин, телеканал «Нефтехим». Качество превыше всего. Для акционерного общества это приоритетная задача. Причем под качеством подразумевается не только готова продукция, но и все то, что предшествует конечной стадии процесса производства – сырье, оборудование и упаковка. Эти и другие вопросы обсудили на совещании руководителей компаний. Все подробности в следующем материале. Совещание директорского корпуса акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» началось с выступления Ирика Оглямова, директора завода «Бутилова Каучука». Он рассказал, что по итогам работы за 9 месяцев текущего года все планы по производству продукции выполнены в полном объеме, а по некоторым позициям даже перевыполнены. Но основной задачей на сегодняшний день по-прежнему остается повышение качества готового продукта. Для этого в подразделении разработан ряд мероприятий. Нацелены они на улучшение показателей сырья, упаковки, модернизации оборудования. Завод работает, работает стабильно. Как я уже сказал, отметил, что очень глубоко занимается вопросами качества. Многие вопросы за последние 3-4 года подправлены. Также были произведены большие капитальные вложения с целью увеличения производительности до 220 тысяч и по увеличению соотношения ГБК к обычному бромбутилу. Соответственно, есть и дальнейшие работы, которые завод рассматривает. Надо в этом направлении двигаться и также дальше совершенствовать как качество, так и снижать себестоимость. Также в ходе совещания обсудили еще один немаловажный вопрос. Это остановочные капитальные ремонты на второй промышленной зоне. В ближайшее время в порядок приведут производство заводов СПС, олигомеров и гликолей, а также этилена. Всего же по объединению с начала этого года уже отремонтировано 100 единиц колонного оборудования, около 900 теплообменников и свыше 600 единиц емкостных резервуаров. Многие из этих работ осуществляются силами Треста ТАД спецнеки «Химремстрой». Нужно продолжать и наращивать потенциал человеческий, и в том числе повышать производительность труда, как вы сами показали, путем закупки современного оборудования, которое позволяет и снизить сроки проведения ремонтов, и повысить качество и культуру проведения работ. Это важно. В ближайшее время капитальный ремонт начнут одновременно в нескольких цехах заводов СПС и этилена. Об этом мы расскажем в наших следующих программах. Олег Боязитов, Евгения Смоленкова, Марина Чернышкова, телеканал «Нептихим». Никакие технические решения не вечны. Какой бы современной и высокотехнологичной она ни была, со временем появляется лучший вариант. Так и система управления производством с применением стеновых щитов на заводе олигомеров и гликолей. Еще в 80-х была в числе самых передовых технологий. Но время диктует свои условия, и по меркам сегодняшнего дня такое оборудование уже не в полном объеме соответствует возросшим требованиям. Поэтому в компании «Нежникамс» и «Нептихим» его планомерно заменяют. Как это происходит, выяснял наш корреспондент. Стеновые щиты управления в одном из цехов завода олигомеров и гликолей установили еще при запуске производства «Альфа-Олефинов» и «ТИБА». На тот момент они соответствовали всем запросам. Но сейчас их использование доставляет ряд неудобств. Например, при сборе показаний с приборов измерения и их обработки. Да и найти запасные части для ремонта приборов порой целая проблема. На данный момент устаревшее оборудование поэтапно заменяют современным, работающим на микропроцессорах. Дело это непростое. Мы идем в интеграцию, то есть подключение того щитового оборудования, которое было, подключение к РСУ и ПАС. Это где-то порядком 1300 позиций, которые нам нужно сделать, переключить те сигналы, которые находятся на щите управления технологическим процессом, к систему распределению с системой управления. Неизменной останется только технологическая установка. Все остальное – контрольно-измерительные приборы, датчики и систему управления – заменят. В итоге процесс управления производством станет точным, надежным и, что немало важно, более удобным и эргономичным. По обслуживанию техника, конечно, намного сложнее, потому что данные все эти виды оборудования уже обслуживают не слесарьки, а данные виды оборудования обслуживают инженерацию ТП. В операторной располагается пункт управления сразу тремя цехами. По выпуску альфа-алифинов, производству триэтилалюминия и ТИБА. Сюда стекается необходимая информация с каждого прибора, установленного на технологических установках. Измеряются все необходимые параметры, такие как температура, давление, расход, уровень, физико-химические свойства продуктов. Однако пока работа системы не в полной мере обеспечивает необходимое качество управления технологическим процессом. После модернизации ситуация изменится. Плюсы будут просто большие, потому что на данный момент технологический персонал не видит полностью ситуацию на станциях, что происходит. При переходе на эту систему технологический персонал уже может контролировать весь рабочий процесс именно за своей станцией оператора. Приведение работ при конструкции осложняется тем, что не все переключения можно осуществить без остановки производства. Поэтому сейчас инженеры центра автоматизации проводят предпусковые работы и проверяют правильность прохождения каждого сигнала. А уже во время капитального ремонта, в середине октября, будет сделан переход. Прежние же счеты управления, занимающие практически все помещение операторной, станут лишь раритетным экспонатом. Евгения Смоленкова, Влас Симагин, телеканал «Нефтихим». На сегодня это все о событиях производственного сектора. Свежая информация уже в понедельник на нашем телеканале. Я снова передаю слово моему коллеге Айрату Салимову. А я, Айсилу Хафизову, прощаюсь с вами ненадолго. До встречи. Далее расскажем о визите в Нижнекамск именитого российского актера Алексея Гуськова и о других городских новостях. Не переключайтесь. На днях наш город посетил известный российский актер театра и кино Алексей Гуськов. Заглянул он и в нашу телерадиокомпанию «Нефтихим Медиа». В прямом эфире программы «Филичита» на радио «Ретро-ФМ» артист пообщался с нашей ведущей Юлией Бурмистровой и ответил на вопросы радиослушателей. Знакомство продолжилось за фуршетом во время интервью. Все подробности у Евгении Смоленковой. Здравствуйте. Я действительно вас здесь, в Нижнекамске. Алексей Гуськов известен широкой публике по таким фильмам, как «Граница. Таежный роман», «Волкодав», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь». В Нижнекамск Алексей приехал, чтобы представить зрителям свой новый фильм «Вечная жизнь» Александра Христофорова. В нем он не только сыграл главную роль, но и выступил в необычном для себя амплуа кинопродюсера. О тонкостях съемочного процесса и о глубоком смысле киноленты Алексей рассказал в программе «Филичита» на радио «Нефтехим». Я вам привез еще более хорошую историю для настроения. Фильм под названием «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Одна из последних моих продюсерских работ. Режиссер Евгений Шелякин и актерский состав «Ух, мама не горит». Фильм рекомендован всем, всем обратите внимание, старше 12 лет, как таблетка на 7-й амре. «Красет не маловат, а тебе череп не великоват, понизил меня до Христа». «Не понизил, а вознес». «Девчонки, отпущу грехи на неделю вперед». «Это море, это крик чая, это голубое небо, с сахарными облаками». «Я уже представила». «Ощущение щенеку отпуска, купальничков, такого поцелуя с морской солью на бубаху. Чтобы сразу повалилась мечта и сказка. То, чего мы ждем, работает целый год». После просмотра фильма, по словам актера, должно остаться послевкусие. И глядя на актерский состав, сомнений в этом не возникает. В киноленте снимались Оксана Фандера, Игорь Угольников, Роман Курцин, ну и, конечно, сам Алексей Гуськов. За свою жизнь он сыграл более 70 ролей. И это только в кино. «Приходилось ли вам худеть, толстеть, борду отращивать, может быть, стричься?» «Ну, это понятно, это внешние изменения. Это просто предполагает профессию. В зависимости от претензии картины, от требований, обязательно мы с собой что-то делаем. Ну, вот. Пример привожу. Это фильм «Марафонец» с молодым артистом, тогда еще Дастином Хоффманом, и уже совершенно мастером своего дела Лоренцом Олилие. И два дня не снимался Дастин Хоффман, пришел на съемочную площадку, весь зеленоватый, с синяками под глазами. И его Олилие спрашивает, Лоренц, «Дастин, что с вами происходит? Вы заболели?» Он говорит, нет-нет-нет, мы же завтра снимаем сцену, где по сюжету ваш герой мучает моего героя, и он его не кормил три дня, он говорит, и что? Он говорит, ну вот я вот сейчас не ем второй день, у меня такая головная боль, просто не могу, он говорит, послушайте, а вы никогда не пробовали играть? В течение прямого эфира в адрес актера сыпалось множество вопросов. Особенно интригующим получился Блиц-опрос. Сейчас нужно отвечать, это сложно, да, нет, но и самое главное делать это быстро и честно, хорошо? Так, давайте, давайте. Все, поехали. Давайте. Итак, когда-нибудь завидовали другим актерам? Да. Было когда-нибудь стыдно за сыгранную роль? Да. Болели звездной болезнью? Нет. Играли в азартные игры? Да. Передавали подарки, а передаривали подарки? Да. Так, дальше, забывали слова во время спектакля? Да. Вас задерживала полиция? Да. Убегали от драки? Да. Выходили из дома, не почистив зубы? Никогда. Ой, отлично. Ассимулировали болезнь, чтобы куда-нибудь не пойти? Всегда. Зато, честно, тратили деньги на ненужные абсолютно вещи? Всегда. Здорово. А просыпались от собственного храпа? Нет. Нет? Ели еду, которая упала на пол? Нет. Ага, снимались в фильме с актером, который вам категорически не нравится? Да. Втягивали живот, чтобы казаться стройнее? Бывало. Ну и последний вопрос. Нравится ведущая, которая сейчас дает вам эти странные вопросы? С ума сойти? С ума сойти? Ой, какая прелесть. В общем, эфир выдался весьма веселым. Но на этом занавес не был закрыт. Знакомство продолжилось за фуршетом во время интервью. Оказалось, что Гуськов в Нижнекамске далеко не в первый раз. Я зашли и люблю Татарстан. Он любит культуру. И, в принципе, внутрь уже, когда я стал забираться, там очень здоровая атмосфера в коллективах. Очень здоровая при всей жесткости бизнеса. Ну, вот такое ощущение, что все люди на своих местах очень любят то, что они делают. Очень любят это место. Алексей Гуськов в течение дня посетил и другие места Нижнекамска. Пообщался с поклонниками своего творчества. А вечером в одном из кинотеатров города для горожан был устроен предпремьерный показ фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова». Евгения Смоленкова, Лисанн Саитова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Накануне в Нижнекамске состоялся показ крупногабаритных машин. Особенность их в том, что все они сделаны в Татарстане. На площадке у «Монумента Победы» выставили больше 10 машин. Среди них элитные «Камазы», которые принесли не одну призовую медаль нашей республике, многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун», фургоны, автобусы «Лотос» и автомобиль «Форд». До Нижнекамска колонна побывала и в других городах Татарстана. Таким необычным способом в республике решили отметить День машиностроителя. Наша цель – показать молодым ребятам, что сейчас Татарстан нуждается в молодых специалистах. И вся эта техника, которой Татарстан гордится, производится нашими специалистами и рабочими у нас в Татарстане. У меня на этом все. Все эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте media.nk.ru, а также в группе ВКонтакте. Если же у вас есть интересная информация или вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа «Вел Айрат Салимов». До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!